Здравствуйте! Новости 24 на ННТ в студии Махач Курбанов. Для начала короткий анонс. Вузы Дагестана продолжают набор абитуриентов. Какие профессии популярны и какие дисциплины надо подтянуть? Узнайте сегодня. Где в Махачкале можно вкусно поесть, не подхватив желудочно-кишечную инфекцию? Наш корреспондент проверил заведение с вывеской шаурма. Именитые бойцы в одном из лагерей Избирбаша встретились с детьми. Диалог получился позитивный. Новый онкорадиологический центр откроется весной в Махачкале. В этом лично убедился председатель правительства республики Абдусамат Гамидов. Он посетил объект вместе с министром здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимовым. Проект осуществляется в рамках программы республиканского и частного партнерства. О том, как проходит строительство центра, расскажет Изумруд Гамидова. Новый корпус радиохирургии на территории Центральной республиканской больницы станет единственным такого рода онкологическим кластером не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Строительную часть должны завершить к концу октября. Некоторое время уйдет на лицензирование. Уже весной можно будет начинать прием пациентов. За мизерное участие республики мы получаем за счет частного инвестора, за частных инвесторов большие вливания и вложения в республику. Еще раз подчеркиваю, это благодаря Рамзану Гаджумраевичу. Он нашел этих инвесторов, уговорил, чтобы они пошли в республику. Поэтому вот такой большой работа. И наша задача не подвести до 22 октября вот это помещение сдать для того, чтобы полностью соблюсти эти условия соглашения. Новый центр дает и новые возможности. С введением корпуса увеличится и штат сотрудников. Часть специалистов уже подобрана. Порядка 50 человек. Здесь будут только профессионалы, которые и дневной стационар, и гомонож, и медицинские физики, и аппараты МРТ, которые работают специалисты, и на гомоноже. Это будут только специалисты в пределах 50 человек. По словам Танкая Брагимова, проект, который сегодня реализуется частым инвестором, позволит создать такой уникальный центр, который будет востребован жителями не только Дагестана, но и охватит юг России. Главной особенностью центра станет то, что планируется закупить аппарат гомонож стоимостью более 4 миллиардов рублей. Он позволяет удалять злокачественные опухоли сосудистой патологии головного мозга неинвазивным методом, то есть не используя иглы или хирургические инструменты. Направляя гомонож, она прижигает, уменьшает для того, чтобы не сделать открытых операций. В этом центре планируется не просто проведение вот этой процедуры гомоножа, но и диагностика достаточно на высоком уровне. Получить такую помощь смогут все жители республики, у которых есть показания. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестане общая задолженность по заработной плате составляет около 90 миллионов рублей. За первое полугодие текущего года выявлено более 5000 нарушений законодательства об оплате труда. Наиболее крупные задолженности обнаружены в Избербаше. Подробнее расскажет Гамзат Нурмагомедов. Избербашский радиозавод имени Плешакова и открытое акционерное общество Дагзета не выплатили зарплату своим сотрудникам. Общая сумма задолженности составила 45 миллионов рублей. Более сотни работников не видели зарплату уже более двух лет. При этом реальная финансовая возможность для ее выплаты имелась. В отношении гендиректора ООО Дагзета возбуждено уголовное дело по факту не выплаты зарплаты. Также прокуратура года Избербаша проводится проверка в заводе имени Плешакова. И также по результатам проверки будет дана оценка действиям руководства указанного завода. За последние шесть месяцев в республике органами прокуратуры выявлено более 5600 нарушений. В суды направлено около 2000 заявлений о взыскании невыпученной заработной платы на сумму более 60 миллионов рублей. К административной ответственности привлечено около 300 человек. Работники не всегда обращаются в органы прокуратуры и другие контролирующие органы в целях не испортить отношения со своими руководителями. Поэтому мы сами через массу информации осуществляем мониторинг ситуации и в случае выявления принимаем соответствующие меры прокурорского реагирования. В результате прокурорского реагирования за первое полугодие погашена задолженность перед сотрудниками на сумму свыше 114 миллионов рублей. Кроме того, в следственные органы направлено 9 материалов, по которым возбуждено 4 уголовных дела в отношении руководителей предприятий. Прокуратура республики призывает граждан при ущемлении их прав обращаться к ним за помощью. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Продолжается вторая волна приемной кампании вузы Дагестана. Абитуриенты могут подать документы до конца августа. Что нужно при поступлении в учебное заведение и как стать квалифицированным специалистом узнавала Лариана Шамхалаева. Прием абитуриентов в дагестанские университеты в самом разгаре. Только в ДГПУ уже 4000 заявлений от поступающих. В текущем году в этом вузе около 2000 бюджетных мест. Популярностью пользуются факультет физкультуры, филологии, иностранных языков, истории, права и худграф. Это так называемый ряд основ педагогического воспитания, отмечают специалисты. В мире есть две специальности, которые нужны всегда. Это учитель и врач. Все в мире вменяется, все в мире происходит по новым каким-то законам, по новым технологиям. Но всегда человеку нужен будет учитель, которому поможет, и врач, который его вылечит. А учитель – это врач, который еще и врачует души. Еще вчера студент, сегодня конкретно способный дизайнер. Ольга Исик окончила с отличием художественно-графический факультет и планирует работать в модном журнале. Девушка советует абитуриентам, выбравшим похожую специальность, чаще посещать выставки и музеи. Только так можно подготовиться к творческому испытанию, считает Ольга. Конечно, сказать, что сразу же человек будет рисовать – нет. Это долгий труд. Это надо стараться, учиться, учиться, еще раз учиться. Не только мастерски, но и развиваться духовно. Салихат Мамаева, круглая отличница изучением психологии и душевного состояния человека, интересовалась еще со школы. Тем не менее, главное не то, сколько ты просидишь за книгами, а как будешь использовать свои знания, считает выпускница. Самое главное – не сколько у тебя знаний, а как мы будем использовать их дальше. И, конечно же, желаю абитуриентам, чтобы они пошли именно по тому пути, который на самом деле хотели бы, и приносили, конечно, пользу себе и во благо вообще нашего общества. Приемная кампания в вузах Дагестана продолжается. Все, что необходимо – это аттестат о среднем образовании, шесть фотографий, копия паспорта, медицинская справка – обязательно, и заполнить заявление. Вы поступили. Эти сокровенные слова могут услышать и абитуриенты Махачкалинского филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Однако юношам и девушкам, мечтающим строить уникальные сооружения, дороги и аэродромы, в отличие от гуманитариев, следует подтянуть точные науки. Для того, чтобы поступить на технические специальности нашего вуза, необходимо иметь, кроме как ЕГЭ, кроме как русский язык, также математика профильного направления и физика, которые, к сожалению, очень мало сдают нашей республике. Наш вуз, это выпускники, получают диплом Московского автомобильно-дорожного университета. Диплом МАДИ, по словам преподавательского состава, будет действителен в 86 странах мира. Однако на текущий момент университет готов предоставить бюджетные места только 30 счастливчикам. Как отметили в приемной комиссии, есть случаи, когда абитуриентам приходится отказывать в поступлении. Самая большая проблема – это то, что в школах не всех предупреждают, что для поступлений нужна профильная математика. Сколько людей приходит и как-то получает отказ в связи с тем, что у них только базовая. А так, в основном, к нам приходят как после колледжа, так и после 11 классов тоже. Напомним, что увеличить шансы на поступление помогут индивидуальные достижения вчерашнего школьника. Если абитуриент-волонтер, призер спортивных или предметных олимпиад участвовал в интеллектуальных и творческих конкурсах, он может смело отметить это в своем заявлении. Ларьяна Шамхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Махачкала – город с хорошим географическим расположением. С одной стороны море, а с другой горы. Летний период – сезон отпусков и отдыха. В это время столица в особенности привлекает туристов. И первое, что они ищут, прибывая в город, – это место, где можно доступно поесть. Заведений у нас много, но где кормят вкусно, знают не все. О том, как готовят в Махачкале и во сколько это обходится, выясняла Алина Хасанбекова. Махачкалинцы любят питаться в ресторанах, пробуя и турецкую, и грузинскую, и японскую кухню. Вкусно, дешево, разнообразно. И самое главное – приготовлено из экологически чистых продуктов, считают некоторые из посетителей. В центре города у нас достаточно хорошие кафе. Мне очень нравится, но я почти все здесь посетил. Я к ним отношусь положительно. Соблюдают ли правила санитарной нормы? Ну, я думаю, что, наверное, да. Потому что там уже их проверяются на педстанции. Вот у меня дочь работает, вот тоже только в ресторане. У них там конкретно везде, везде, везде. Все, проверки во всех, во всех, во всех. Все. И говорит, что очень вкусно, люди к ним ходят. Местные жители ситуют на некоторые, как они их называют, шаурмешные забегаловки. Там, по их словам, абсолютно не соблюдаются санитарно-гигиенические правила. Как вы думаете, как у нас вообще в городе готовят? Мне кажется, просто когда я с друзьями прохожу, шаурмешных немножко готовят, они нечисто плотно. Может, мне так кажется со стороны. Хотелось больше гигиенических нарушек соблюдать. Специально для этого мы отправимся по закусочным города и попытаемся понаблюдать за процессом готовки обычной шаурмы, которую так любят дагестанцы. Мы попросили одну из продавщиц показать нам процесс приготовления шаурмы, но наши просьбы проигнорировали. Когда у вас будет заказ, мы хотели бы заснять процесс готовки шаурмы. Нам можно будет? Не снимайте, пожалуйста. Это видео, отснятое несколько месяцев назад, уже стало популярным. На этих кадрах видно, как в одном из прилавков кошка есть навязанное для шаурмы мясо. Где она? Вот так нас кормят, девушки. Роспотребнадзор по данному поводу заявляет, что без заявления потребители проводить проверки по пунктам питания не имеют права. Они обязаны при открытии уведомлять о своем открытии органы надзора, любые. Значит, таким образом они должны потом попадать у нас под надзор. Но, учитывая, что сейчас президентские каникулы в отношении малого бизнеса, они имеют возможность функционировать без надзора в течение, после того, как они возникли в течение пяти лет. По словам Ларисы Фантиной, по жалобам потребителей проверки по точкам быстрого питания все же проводились. Как правило, ежегодно у нас бывают такие обращения от населения на выявляемые нарушения, какие-то неблагополучия в таких пунктах быстрого питания. И в таком случае, значит, проводится в рамках эпидемиологического расследования случаев отравления или заболевания людей, проводится вот расследование фактов и проверка санитарного состояния этих пунктов быстрого питания. Еда – это не только жизненная потребность, но и приятная ее часть. Ведь важно не просто, как говорится, набить желудок, а поесть с удовольствием. Возможно, в городе есть заведения, где при приготовлении еды соблюдаются все санитарные нормы, что нельзя сказать обо всех. Алина Хасамбекова, Нурмухаммад Мухаммадов, телеканал ННТ, Махачкала. В Избербаши, в одном из детских лагерей, прошел семинар-диалог именитых спортсменов с подрастающим поколением. Говорили о важности занятий спортом и о том, с какими трудностями сталкиваются бойцы по долгу работы. С подробностями Курбан Рагимов. Поделиться жизненным опытом и рассказать молодежи о важности занятий физической культурой прибыли известные бойцы смешанного стиля и тренеры спортивных клубов Дагестана. В беседе с чемпионами участвовало около 200 детей. Это ребята из разных уголков страны гор, а также отдыхающие из Луганской народной республики. Ребята, смотря на них, они есть спортсмены, которые приезжают на семинар, которых они по телевизору видели и хотели бы видеть рядом. Стараясь для них сделать все хорошее, встречая, делаем им встречи. Они мотивируются и показывают побольше результатов и ведут здоровый образ жизни. Приезд титулованных бойцов для детишек стал радостным событием. Молодежь с энтузиазмом интересовалась всеми тонкостями жизни бойцов. Спортсмены делились планами, также рассказывали о начале своей карьеры и об ответственности перед соревнованиями. Каждый бой – это очень важный бой, считается. Можно сказать, в UFC, если бой два проиграешь, то вообще можешь вылить. Как я вот один бой проиграл, пятый бой, и с 15-го вместо меня на 26-й подкинули. Вот там разница. Один бой выиграл, опять на 15-й подкинули. В ходе часовой беседы дети спрашивали о последних спортивных новостях и интересовались экспертным мнением бойцов. Многие из ребят следят за спортивным миром у экранов телевизоров и в соцсетях. Однако не каждому известно, что карьера спортсмена – путь тернистый и непростой. Для достижения успеха чемпионам приходится жертвовать не только своим здоровьем. Если кто семейный человек, мало семьи, родители, братья, постоянно на сборах или где-то. Если что-то там, твои друзья где-то отдыхают, ты думаешь, чтобы пойти, когда у тебя снова один процесс. Много мероприятий бывают. Ну, что ни делать, все хуже. Из-за этого есть это все перетерпение, и потом можно отдыхать, и все это возместить. Ну, как Рашири сказал, да, это общение там с близкими, родными, и не видящих нас в свободное время. Так же, как к друзьям, ты не можешь с ним хоть отдохнуть, потому что у тебя тренировки, и ты должен отдыхать дома. Моя специализация была в моей тренерской работе. Я иду на все, касающем эспорту, ради того, чтобы мои же ученики добились высокого результата. Я для них делаю все. Иногда даже говорят, что я утром захожу в зал в 9 часов, и иногда говорят, что я в зал в 10 часов. В завершение мероприятия популярные спортсмены обратились к молодежи со словами напутствия. Детям пожелали соблюдать дисциплину и стараться быть достойными специалистами в своей будущей профессии. Любимым делом надо заниматься именно. Любимым делом. Не обязательно спорт. То есть человек может, хочет стать строителем, водителем, где он бы не хотел, например. Надо следовать тому внутренне, как ты желаешь, хочешь. Вот этим надо заниматься. А так, кто спортом занимается, тоже самое главное для себя, вот такая самая основа, вот, и здоровый образ жизни. Главное идти к своей цели, если вы можете добиться всего, так что у вас это есть. Главное поверить в себя, и, конечно, у вас все получится, я думаю. Так что удачи всем, здоровья, слушайте родителей своих, ведите правильный образ жизни. Семинар «Диалог с титулованными атлетами» завершился памятной фотосессией. Курбан Рагимов, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Избирбаш. Ну и, как всегда, курс валюты на завтра. Доллар 58 рублей 93 копейки и евро 68 рублей 66 копейки. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»